Матфей 28 глава 16 по 20 стих 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел Иисус Увидев его, поклонились иные, усомнились И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Первый Коринфян говорит о том, что он явился более нежели 500 братьев В одно время, из которых большая часть даны не в живых Имеется в виду, когда речь идет о времени написания и послания Коринфянам А вся власть дана Сыну, это как бы тезисное то, что есть у Иисуса Делайте последователей, идите евангелизировать, погружайте в воду, учите И те, кто уследует и устоят, будут спасены и будут сохранены Может быть, я несколько слов скажу об вот этой вот последнем великом поручении Это важно, итак, идите, научите народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа Значит, это не заповедь крещения Заповедь крещения, она сопутствующая основному тезису, который здесь Основной тезис состоит в том, чтобы идите, научите Идите, научите, мы с вами говорили, це ульмат, иди и научись Или це тельмат, идите и учитесь Это призыв к тому, чтобы делать учеников, или делать тех, которые будут учить других То есть, это основная цель, каким образом этого надо достигать Уча их соблюдать все, что я повелел вам То есть, вы можете делать апостолов, уча их соблюдать то, что я повелел вам То есть, учение, это не просто абстрактное учение Христологии, сатериологии, экклезиологии, антропологии, хроматологии И что там еще, антропологии, много чего Это не об этом Учение состоит в том, чтобы вы научили их соблюдать все, что я повелел вам То есть, как бы, связь между теорией и практикой Она неразрывная При этом, Писание говорит, вы должны их крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа Что есть крещение? Мы с вами говорили, крещение есть осознание себя Или свидетельство о том, что ты становишься адептом того или другого учения То есть, если подытожить, в чем состоит суть великого поручения Она состоит в том, чтобы идти и научить людей соблюдать заповеди Христовы Делая этих людей последователями учения Иисуса Ибо именно крещение является тем внешним символом внутреннего принятия учения Иисуса Еще одно явление уже практически к концу полному земному и постземному служения Иисуса У Луки в 24 главе И сказал вот то, о чем я говорил, еще бы с вами Что надежит исполниться всему написанному обо мне В законе Моисеевом, пророках и псалмах Это еще одно его явление Ученикам с поручением в Иерусалиме И последнее, самое последнее явление Иисуса И вознесение между Иерусалимом и Вифанией Мы читаем уже в книге Деяний апостолов Сказать сие, он поднялся в глазах их Вот, что он сказал Вывел вон их из города до Вифани И подняв руки, благословил их И уже завершая свое служение Когда они смотрели на небо Во время восхождения его Вдруг предстали им два мужа в белой одежде И сказали мужи галилейские Что вы стоите, смотрите на небо Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо Придет таким же образом, как мы видели его Восходящим на небо Тогда они возвратились в Иерусалим с горы Называемый Илеон Который находится близ Иерусалима В расстоянии субботнего пути И пребывали всегда в храме Прославляя и благословляя Бога Аминь Об этом пишет уже Лука Мы завершили с вами изучение жизни Смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Никакой текст не может вместить того Что он сказал И того, что он сделал Как никакой ум и никакое сердце Не может осознать величие его поступка Сколько бы мы ни изучали его жизнь Всегда мы будем находить белые пятна Которые нам простым смертным непонятны И слава Господу за то, что мы никогда Не сможем до конца понять Ни его мотиваций, ни его чудес Не его знамение Одно обстается абсолютно незыблемым и очевидным Как бы мало мы не понимали Или как бы много мы не представляли Мы понимаем обо всем этом Единственное, что остается нерушимым навсегда Это его смерть за наши грехи И его воскресение для нашей жизни вечной Если это понятно То все остальное является добавлением Более или менее понятным Более или менее нужным Тем, что направляет нас В хождении вечной жизни При условии, что мы имеем вечную жизнь А для того, чтобы иметь вечную жизнь Нам вполне достаточно понять, что мы греховны Что мы не в состоянии спасти себя От своих собственных грехов И что этим единственным спасителем Является Бог и человек Иисус Христос Будьте благословенны Нам не безразлично современная церковь И у нас есть, что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах По запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok